Здесь есть счастье, есть свобода. Такова жизнь в деревне. Но каждый должен выбирать ее осмысленно. Именно так, как поступили наши герои. Чудесная деревня Новоселовка расположилась в живописной долине, почти на середине пути из Симферополя к западному побережью. Вокруг зеленые поля и холмы. Вокруг спокойствие и тишина. И вполне понятно, что любой человек, решивший выбрать такое место для своего дома, будет здесь непременно счастлив. По крайней мере, наши герои говорят, что для них все именно так. Говорят, что новый дом и ферму им подарила судьба. Но по всему видно, что сами они подарков не ждали. Они много трудились, они взвешенно принимали решения. Они мечтали и верили, что такая жизнь среди полей и садов, рядом с животными, будет для них правильной. Они выбирали не место, где будет новый дом. Они выбирали дом, где просто будут счастливы. Мы-то сами городские. Муж мой вообще прям ростовский. А я с Феодосией как бы. Ну, городские считаемся, по идее. Переехали мы в Советский, купили там дом за маткапитал. Мы вот полтора года там пожили, потом переехали сюда. Потому что места нам стало мало. Там было 21 сотка, но там сильно не развернешься. Здесь как бы два гектара уже есть куда стремиться. Ну, вот еще соседние гектары, конечно, я уже глаз на них положила. Хочется расширяться? Вот, конечно, хочется. У меня вообще планы наполеоновские. Единственное, вот у меня есть хороший стоп, это вот мой муж. Он, да, он постоянно, подожди, подожди, давай потихонечку. Все, не сразу Москва строилась. Для меня любая какая-то глобальная смена обстановки, там, жилья и так далее, ну, очень вот тяжело я это переношу. Изначально для меня это очень тяжело, ну, наверное, как морально. Не физически, но морально, то есть для себя, мне это очень тяжело дается. Я не был против, и не скажу, что я препятствовал. Ну, опять же, да, я не говорил, что там, изначально я не говорил, что я обеими руками за, там, или нет. Какая-то нейтральная, скажем так, сторона была. Все равно нужно было рассудить. Да, да, мне нужно время, да, мне нужно время, чтобы, например, я попробовал, либо я осмыслил ли это, то есть я долго к этому прихожу. Ну, я, в принципе, в квартирах жить не могу, не знаю, вот, ну, не для меня. Вот, как бы земля, земля, мне вот, как говорится, надо готовиться к земле. Мне больше нравится здесь, вот, природа, там, деревья. Я, в принципе, в квартирах устраивала себе сады, у меня все подоконники были в цветах, постоянно уже не подоконники, уже шифонеры, все столы, все было заставлено цветами. Домой я тащила все. Кошечки, собачки, тараканчики, там, не знаю, птички раненые, хромые, тоже все, все у меня. У меня бабушка жила в деревне, в Береговом, и я на выходных ездила к ней. Ну, и все, коровы вот эти все, костры, козочки, гусики, там, и прочее, прочее. Жаб собирали мы в ставке, приносили бабушке в чайнике с подругой моей. Вот она была очень рада, да, этому. Копалась в огороде, то есть бабушке помогала. Вот, гусей я, конечно, жутко там боялась, это единственная моя была проблема. Как-то я шла по улице, и они меня погнали на дерево, загнали. Я сидела два часа, пока бабушка обратно не пошла. Она была где-то в гостях, и я сидела, думаю, господи, несчастные птицы, отпустите меня, пожалуйста. Я думала, они меня съедят. В детстве мы счастливы, хоть и не осознаем этого. Но именно то, что нам приносило радость в самом юном возрасте, делает нас счастливыми и во взрослой жизни. Поэтому нет ничего странного в том, что Юля своей любовью к деревенской жизни заразила и всю свою семью. А самое интересное, что в деревню наших героев привел город. Вернее, то, что в городе стало невозможным реализовать. Так что перспектива больших перемен не была пугающей. Перемены вели к исполнению мечты. Ну, захотелось нам вот Алабая, и мы что-то решили буквально за день, что все, берем дом, едем в деревню. Хотя с Алабаем мы жили недели две дома, мы его взяли уже пять месяцев ему было. И вот он жил у нас в квартире, да, на съемной причем, в квартире. Здоровенная собака. И как бы, ну, это, в основном, это подтолкнуло, потому что, как бы, место ж нужно собаке. Квартира – это вообще не для нее. И вот, вот эта гавкуча наша первая покупка деревенская была. Вот это она издает эти звуки. А как зовут ее? Коба. Коба? Зовут Коба, да, это мальчик, ему вот уже два года почти. Почти уже два года. Ну, уже были дети, и детей тоже нужно было для них менять жизнь. Да, двое детей было, и как раз третий уже был, был, почти. Почти был. Да, была беременная, и вот как раз, ну, решили, что третьего будем рожать уже здесь. Тяжело было им в плане чего? Туалет на улице? Вода на улице, потому что, ну, дом такой, не очень. Вот, единственное, вот это было тяжело. То есть мылись в тазике первое время, ну, сейчас, слава богу, уже, тьфу-тьфу, все, и душ, и туалет, все в доме есть. Вот это вот, единственное, тяжело. А так им все нравится, там птички постоянно у нас, цыплята, щенята, какие-то котята. То есть это детям очень нравится. Ну, как сложно, что тяжело. В данном случае мне тяжело физически пока, потому что мы, ну, не так долго этим занимаемся. Не знаю, организм, наверное, еще не привык. Потому что, ну, не было, честно сказать, не было у меня таких нагрузок физически каждый день, да, скажем так. Хотя тоже, как бы, уже много повидали немножко и везде побыли немножко, да. Но все равно каждый день такой, а тут надо каждый день работать, из утра до вечера, а то и ночью. Я же хочу страусов и павлинов. Я все мечтаю, чтобы у меня вот этот сад красивый такой, и там такие павлины красивые будут ходить, хвостики свои распушать, вот, и вообще классно. К нам индюшата пришли. Да, индюшата пришли в зале, по это самое, поковыряться. Им всего даже трех месяцев нет еще, два с половиной, вот они вот такие вот у нас красавчики. Там даже три индюка есть, уже видно, потому что они уже ходят, как эти важные такие граждане. Мы взяли их яйцом, сами высиживали и сами... Что значит сами высиживали? Высиживали, ну, в инкубаторе. Ну, мы так называем, сами высиживали. Я их мать, так сказать, индюшина. Хотя это, говорят, самая сложная птица в выращивании. Ну, вот сейчас взяли бролерных, посмотреть, как оно, как оно, что. Эти вроде выжили, ну, я надеюсь, те тоже выживут. Скажем честно, индюшата – это лишь верхушка айсберга. Сложно сказать, кто живет на ферме, проще сказать, кто не живет. И все животные очень необычные. Не просто утки, а мускусные индоутки. Не просто свиньи, а мохнатые мангалицы. Козочки-крошки нубийской породы, цесарки, куры, которые высиживают утят. Да и нутрии, в придачу. Необычно и точка. Почему? Потому что необычная сама Юля и ее семья. Не просто любовь, а невероятно сильная любовь ко всему, что их окружает. К тому, что они создали сами. В принципе, всех сюда притащили, как бы, советского, когда переезжали. Он такой у нас буйный петух. Он у нас жил вообще на два дома. К соседям убежал, убил тогошнего петуха. И ночевал день у нас, день у соседей. Пока соседи не пришли, не сказали, заберите своего, уже идиота отсюда. Убил нашего, да. Мы уже хотели, как бы, ну, отдавать нового, сказали. Давайте лучше мы у вас этого возьмем. Раз он всех уже кур собрал, как бы себе. Вот. Ну, нет, оставили. Он вернулся. Охранник решил с нами бороться. Расскажите об охраннике. Ой, Рексик. Ну, Рексик здесь был. Хороший, умный собак. Ну, немец, что ж с него взять? Рексик. А ну, сидите. Молодец, моя собака. Мой собак хороший. Такой хороший. А вы их отпускаете? Или так в охране? Они дерутся. Они, получается, два кобеля. Вот этот и наш, Коба. Они постоянно там такие бойни. Бывают, срываются с цепи. И встречаются. И все, только разнимай. Такой он пушистый и красивый. Ага, у нас там вон еще нос торчит один. А пойдемте к носу. Посмотрим. Нос сейчас ледит. Чей нос? Нос Алабайчика тоже. У вас некая такая трепетная любовь к Алабаям, да? Да, у нас вот, получается, мы решили, что Кобе нашему будет скучно. И взяли ему жену. Вот, но она сейчас линяет. Какая чудесная барышня. Мы ее вот закрыли, чтобы она там линяла, а не по всему двору. Как зовут? Ульма. Ульма. Зовут Ульма, очень хорошая девочка моя, умная такая. Мы читали в интернете, что Алабай вообще нельзя их пускать к детям. Они такие страшные, убийцы вообще. Господи, ну это, ну кошка. Это кошечка, да, кошечка наша. У нас тут везде эти самые птицы. Везде жизнь, везде происходит жизнь. Там птицы, тут свиньи. Это венгерская мангалица. Из них делают вот этот испанский хамон. Редкие свинки вообще, как бы. Мясо у них мраморное и сало совершенно. Короче говоря, в сале у них на 40 раз холестерина меньше, чем у обычной свиньи. И оно как масло получается. Не такое вот сало, как у обычных свиней. Оно прям тает. Его ешь, оно тает. Короче, очень вкусные и красивые. Эти едят вообще совершенно все. Вот что ни кинь, они все съедят. Можешь прыгнуть, они тебя съедят. Как бы вообще без проблем. Вот. Но не за что. Кормить, поить и периодически убирать у них. В принципе, вот этих вот им даже сара не нужен. Не нужен ни сара ничего. Потому что они с шерстью. Они, да, они мохнатые, как бы, они зимой нормально себя чувствуют. У меня есть подружка, она разводит коз. Ну, она с Феодосией. Вот. Оля, кстати, тоже. Вот. И она вот этих нубийских разводит. Висячие ушки. Нубийских, по-моему, альпийские у нее еще есть. И вот она говорит, раз вы переехали, дарю тебе козу. А потом еще и козла подарила. Хотела большую, конечно, козочку взять. Ну, взяли маленькую. Решили тренироваться с самого начала, чтобы, когда нам уже наши козочки родят маленьких малышей, у нас было все уже, как говорится, нормально. Да? Ухо. Имена даете им? Конечно. У нас у каждого имя есть. Это ухо. Почему ухо? Вот у нее, потому что большие уши, и вот поэтому она ухо. Козы очень любят осваивать нашу технику. Вон ее братишка, это братуха. Естественно. Ухо и братуха. Ухо и братуха, да. Это беляшка. Там еще у нас белочка и мышь. Вот это они, она самые старшие. Но мы их маленьких взяли очень. Там буквально им было по несколько дней. Мы их кормили с бутылочки там по 4-5 раз в день. Вот, а потом на травку сено им нужно давать. Естественно, вот Рекс наш, который немецкая овчарка, она их прям ненавидит. Она, он. Он их ненавидит. Я не знаю, его, наверное, коза какая-то побила в детстве. Мои детям нравится. Они даже просят, а сами можно мы пойдем козлюшек попасем. Вот ходят. Ну, не часто, не часто. У меня сын, 9 лет ему. Андрей. Девочка Милана 8 вот будет в мае. И младшему главный фермер у нас Миша. Ему год и 4. Вот тоже ходит периодически, пасет всех. Они понимают, что это как бы ответственность на них тоже за этих животных. Ну, не сразу, конечно, они это поняли, потому что у меня дети городские. И они как бы так. А сейчас вот потихонечку они понимают, что нужно пойти посмотреть, чтобы позочка, не дай бог, не запуталась там. То, сё. Там яйца собирают, кстати, куриные. Даже где не надо собирают. У нас сейчас уточки откладывают яйца, чтобы высиживать. Вчера приносят мне полные карманы. Мама, мы залезли в гараже, под шифером нашли. Принесли. В холодильник положите. Я говорю, нет, несите обратно. Хотите, я вам покажу птиц из ада. Давайте. Пойдемте. Вот они здесь. Здрасте. Ой, ну это змеи, честно говоря, а не гуси. Ну, мы их вообще как бы держим и загусят. Буквально через неделю сгоняю их с яиц. Но это, конечно, целая трагедия их согнать. Они их кидаются, дерутся. Вон, какие в них страшные лица. Проверяю фонариком, плодотворенное яйцо или нет. Оплодотворенное оставляю. И они уже сидят. Но в итоге под конец все равно забираю яйца, когда уже как бы наклевывается. И подкладываю либо под курочку. У меня там есть выводная курочка специально обученная. Она гусей выводит. Мы у соседей взяли их, у наших, вот тех, которые с советского еще. Не знаю, во-первых, они очень вкусные, знаете ли. Да, сейчас, наверное, меня веганы не простят. Но, да, мясо у них очень вкусное. Оно просто. Его даже... Вот не передать. Это, наверное, самое вкусное мясо, которое есть. Это внутрь. Вот оно как бы и сладкое, что-то между курицей и говядиной. Этот черненький побольше, это мальчик. Да, глава семейства. И у него 10 жен. Иди, только не кусайся. Руки не подставляют. Расскажите, почему это она у вас такая отважная? Непонятно. Она, видать, такая родилась. Она вообще ничего не боится. Вот вы эти, видите, вот там в кучу влезли. Они вот спрятались в одну большую шапку. И все, их не видно. А эта вот, нет, она какая-то вот особенная. Они друг друга постоянно чистят. Они себя постоянно чистят. То есть целыми днями эти чистюльки сидят там, что начищаются, моются. Они так интересно еще ныряют в кастрюлю. То есть прыгают в эту кастрюльку, плавают там, кувыркаются. Вот так вот лапками чистят мордочку и кушают. Они вот подходят. Допустим, мы кормим кашкой, травкой. Они вот так ручками берут и сидят, садятся как суслики и кушают. За ними наблюдать, это, конечно, вообще класс. Вот у них, кстати, на задних лапках перепонки, а на передних нет. Иди, погуляй, сходи. Это которая дежурная? Да, это которая, вот она постоянно сидит и не хочет никуда выходить. Ну, вот только вот по пикерам покушать, сходит и обратно на свои яйца возвращается. Это будут утяга. Это она пока утяга высиживает. Яйца. Куриная. А остальные все утиные. Вот там уточка, кстати, внизу сидит. Вот там ее, ну, наверное, не знаю, вам не видно. Села на яйца. Да все, иди, Тарахтиш. В общем, навели мы тут шороху. Вот, шо, ну, везде яйца, везде яйца, и вот там тоже уточка у нас сидит. Вот утка, утка не будет куриные яйца высиживать. А курица, вот, особенно вот эта моя курица, она у меня какая-то странная. Она у меня и гусей выводит, и уточка выводит, и курочка выводит, всех выводит. И вот она как села в начале весны, и все, она так и будет сидеть до осени, пока яйца не закончатся, пока всех не высидит. Мать героиня. Какая стахановка. Сейчас поймаем кого-нибудь. Это вот у нас будущие несушечки. Мастер Грей называется. Мясо-яичные курочки. Хорошенькие такие. Да, маленькие тоже. Сколько им, две недельки? Ух! Орел. Здесь бролеры у нас вот растут большие, это уже, которые вот, уже почти суп. Вот сегодня, завтра будет. Дальше маленькие бролеры. Ну, как маленькие, поменьше. У которых проблема с водой случилась. Эл. Все, вот, почистили, теперь опять чистить. Короче, это бролеры, которые поменьше, вот им месяц. А вот у меня есть еще. Смотрите, что. Попался, который купался. Гусик, это вчера у нас вывелись вот такие вот. Какой желтенький, какой хорошенький. Вам маленький, хотите подержать? Ой, с удовольствием. Так, с козами мы уже наобщались, с утятами впервые. Ой, какой красивый. Скажи, зачем вы тут пришли к нам в гости? В общем, что удивительно. Малыш такой классный. Вот. Да, крошики. Так, там еще есть у нас даже четыре цесарочки маленькие. Но я их сейчас, наверное, не поймаю. Вот они там в углу. Их гусики побольше. В придачу ко всем животным на ферме есть еще и сад, и огород. Тоже довольно интересные. В стройными рядами стоят фруктовые деревья, среди которых прогуливаются подрастающие птенцы. По клубнике уже совершили рейд дети. Ала Байкоба спрятался в тени кустов фундука. И говорят, даже где-то есть зизифус. Здесь есть и черешня, и лесной орех, и зизифуса даже, вон целая роща. Черешня, вишня, абрикоса, смородина, крыжовник, ежевика, виноград даже есть. Вон в той стороне виноградник. То есть, как бы, ну все. Груши, яблоки. Я не знаю, чего здесь нет. Но будет урожай, как будет сложно его убирать? Ой, я надеюсь, что он будет, потому что постоянно нападает какая-нибудь, какая-нибудь зараза. Болезнь, да. Да, вот последний раз на нас напала Аленка, какая-то мохнатая, цветоед, которая поела у нас половину цветов. И ходили, собирали вручную с ведерком, каждую вот эту вот заразу. Вот, поэтому не знаю. Я надеюсь, что будет. Ну, вроде как завязи есть, а до этого мороз был. Тоже вот, я не уверена, что будут абрикосы в этом году. Вообще, вишенки должны быть, черешники должны быть, поэтому соберем как-нибудь помощников. Вон у меня, слава богу, аж три человека. Ну и муж. У нас есть специально обученный агроном соседский, вот, который нам как бы указывает, что делать, а что не делать. Ну, в принципе, обрезает тоже все. Все специально обученные люди обрезают, потому что как бы самим лезть мы никогда не сталкивались с садом. Если там животные еще, ладно, я там посмотрела, что в интернете, там, то, сё. Просто здесь вот, например, есть такие какие-то нюансы, которых я вообще даже представить не могла. Планы у нас такие. Мы хотим между всеми деревьями, между всеми, ну, у меня, как обычно, планы масштабные, засадить клубничкой. Потому что клубника лишней не бывает. Ну, я могу только представить. Ммм, весенняя первая клубника очень ароматная. Это в этом году первая клубника. Идет капельный полив по вот этой штучке. Ну, как бы, вот, естественно, там удобрения она любит. И опрыскивать тоже нужно от всяких цветоедов и от всякой штуки. Потому что, если не опрыскаешь, как вот некоторые говорят, я выращиваю все без единого этого самого. Ну, ну, прям, ну, невозможно так вырастить. Ну, хоть раз придется за сезон опрыскать, потому что, ну, просто нечего будет собирать тогда. Почему мало клубники спелой? Они уже вчера тут пособирали, сбор устроили, прибежали. Мама, клубника! Я говорю, это, елки-палки, даже хоть доспеет. Ну, они уже полные рты, вот так все измазаны. Клубничка, мы собирали клубничку, да? Дождик пройдет, и все. И вот эти все сорняки, они опять лезут и лезут. Ну, вон, пожалуйста, мой салат. А вот эти маленькие деревья, это вы уже сажали? Нет, это не мы сажали. Тоже было? Нет, им уже пару лет. То есть, как бы, еще они будут с нами расти и расти. Вот. Что в огородиках выращиваете? Вот, чеснок выращиваем. Вот оно, целая тут полянка чеснока. Здесь у нас будет свекла кормовая, тоже, конечно, без полива моего. Что-то не особо она растет, но я думаю, сейчас нормально. Вроде бы мне шланги на днях провели, поэтому будет все расти, будем поливать. Еще надо все перекопать, и будут тут и огурчики, и помидорчики, и кабачочки. Для себя и для животных? Ну, естественно, да. Кормовое все для животных, ну и кабачки, потому что их, конечно, как начинают плодоносить, их, ну, просто невозможно все съесть. И, да, бедные животные мои, несчастные, летом на кабачках. Едят очень вкусные овощи. Мой муж, в основном, вообще, вообще, все хозяйство, в принципе, на нем. Как будто я так, командирша, только хожу там, ты сделай то, сделай это. А вот что придумала, давай вот это, давай так, а давай новеньких возьмем кого-нибудь. Вот, нет, он молодец, он встает рано, рано-раненько. Где-то, наверное, в полседьмого. И пошел всех кормить, вот, ну, убирать, ему, конечно, помогаю, там, днем кормлю, ночью. У нас как-то получается, что вот он утром встает рано, а я ночью ложусь поздно. То есть я встаю попозже, но могу и всю ночь не спать. То есть хожу там до птичек, там, цыплята с этими индюшатами, там, этими с утятами, курятами, со всеми, цацкаюсь, вот. Поэтому мы пока вдвоем. Познакомились в гостях и как-то вот так ухаживал. Он очень долго, вот, ну, я же сдалась, естественно, ну, потому что куда ж под таким напором. Особенно девочки же любят, когда за ними вот это, вот у него есть такая черта, он постоянно вот о всех заботится. Вдвоем или впятером, то есть с небольшой физической и большой моральной помощью детей, справляться с фермой все равно не так просто. Но это дело любимое и родное. И можно долго гадать и предполагать, каким может быть общее будущее твоей семьи. Но лучше не гадать, лучше жить здесь и сейчас. Если каждый миг твоей жизни ты понимаешь, что все, что есть вокруг, приносит радость и желание жить, то вот оно, счастье, простое и настоящее. Это образ жизни, ни какие-то, ни работы, ничего, как бы, вообще не напряг. Да, это тяжело, но, то есть ты утром встаешь, ты понимаешь, именно там у тебя маленькие те-то, у тебя там большие те-то, надо покормить, и ты их не покормишь, что они как бы останутся холодными, это все твое, твоя ответственность. Вот как в основном вот в городе люди, они же все ходят на нелюбимую работу, ну вот там маленький-маленький очень процент людей ходит, которые как бы работа им нравится, она по душе им, а в основном люди как вот на каторгу идут. Ну нет, мы нет, мы утречком там хоп-хоп, ну кто утречком, кто не утречком. Вот, то есть это, ну мы уже как-то привыкли, и, ну, в любом случае, животные – это не люди, с ними общаться интереснее. Миша, иди к маме. Миша, иди. А что нужно человеку, вот, захотел человек стать фермером, что ему для этого нужно сделать? Ну, ему для начала задницу свою оторвать от дивана и хотя бы что-то это самое. А вообще, главное – желание. Вообще, круглый год нужен этот присмотр, если честно. А зимой так, ну, особенно, потому что холодно, там стараешься, чтобы, не дай бог, кто-то себе лапки не отморозил, кто-то там еще что-нибудь себе не отморозил. Вот, и спрятать, чтобы, не дай бог, не под дождь, никто… Ну, в принципе, летом тоже дожди. Вот маленькие, допустим, если уточки попадают под дождь, или цеплят, или гусят, ну, все, это все, сразу можно как бы… Это труп. Вот. А зачем нам это надо? Поэтому, как только дождик, мы сразу бежим всей семьей, ловим всех, загоняем по домам, потом, ага, дождик вроде прошел, выпускаем опять. Опять дождик пошел, мы опять бежим, как дурочки. И так же самое с козами, потому что им, ну, нельзя под дождем, заболеют, не дай бог, найдятся мокрые травы. Немножко помогают. Дети городские. Ну, и честно сказать, пока, я надеюсь, что пока, да, мало проявляют желания. Время покажет, и мы надеемся, мы надеемся, что, как бы, потому что хочется, чтобы помогали. На данный момент времени надежда на самого младшего, потому что, ну, а там, как, да, он еще не может, да, не можем, ни мы понять, ни он, да, хочет он этого, нет, но у нас надежда, Дай бог, чтобы, чтобы, как бы, втянулись, и у них было желание и помогать, и продолжать, и это потому что, ну, как у всех нормальных людей, планы у нас грандиозны. То есть, где развиваться, да, у нас есть. То есть, на чем, то есть, места и так далее у нас хватает. Главное желание и работать, работать, еще раз работать. Почему в деревне хорошо жить? Потому что мама, папа зарабатывают деньги, а еще что-то, если будет много, мы будем хорошо себя вести, они тоже нам что-то купят. В деревне очень много насекомых, свежий воздух, много животных, и есть место, где побегать. И много бегаете? Ну да. Это поиграть точнее. Я, кстати, в последний раз в кино была два года назад, вот, я всходила, да, но выбраться – это целая беда. Возьмешь индюшат, все, ты многодетная мать, у тебя бессонные ночи, ты уже никуда не пойдешь, никакого кина, ничего нет, а то есть, вот, именно вырваться, но я хочу сказать, что мне, например, все нравится, я все это люблю и, как бы, и вообще менять не собираюсь. Я хотел бы надеяться, что это мы, да, здесь навсегда. То есть, ну, нас это устраивает, нам это нравится, мы этого хотим. Большинство факторов складываются в положительную сторону. Я считаю, что да, мы счастливы, нам это нравится, мы занимаемся любимым делом. Ну, я надеюсь, детки хорошими людьми вырастут. Ну, вот, неважно, какую профессию выберут, главное, чтобы… Ну, вообще, мне же хотелось бы, чтобы был один агроном. Другой ветеринар, ну, и третий кто-нибудь, да, строитель, может, да. Вот, уже указания выдает. Вы все, и туда, туда. Вот. Юля, что значит для вас счастье? Ой, ох-ох-ох, вот это вопрос. Вот, ну, счастье в моем понимании, когда спокойно на душе, вот это счастье. Когда детки, конечно, здоровы. Ну, а все остальное такое приложится. Под грустное мычание, под водрые рычания, под дружеское жание рождается на свет. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова